Наш любимчик попугайчик, попугайчик, попугайчик катается. Посмотрите как! Мавиш Ата со мной. Видите, наш мальчик, смотрите, что творит, не дает мне рисовать. Смотрите, Мавиш, иди отсюда, вот. Я сейчас рисую новый алгоритм, друзья мои, знаете как называется, нейрографирование денег. Видите, там курсу финансовая грамотность. И этот ребенок не дает мне рисовать. Мавиш, иди отсюда. И факт, суть в чем, что я не имею права отвлекаться на эти раздражители. Вот тогда я только прорабатываю свою тему. Но он влюбился в мой ноготь. Не знаю, он в ногтях видит что-то необычное. Разговаривает с ним. Да, этот цвет. Красный ему явно не нравился. А к этому цвету он не равнодушен. Вот так вот мы работаем с ним. Видите, как он разговаривает? Влюбился в мой ноготь. Короче, Ашкин хочет ему покупать птичку, подружку. Потому что наш Мавиш, кажется, с ума сходит уже без пары. Он сказал, что возьмет его с клеткой в магазин Зоу. Какую девочку он выберет, вот такую мы и возьмем. Вы представляете, что у нас будет? Представляете? Да, Мавиш, девочку тебе, девочку приведем. Чудо мое. Нам с ним не скучно. Мавиш, дай мне порисов. Мавиш, уйди отсюда. Не дает мне рисовать. Где мой мать-то клятки? Ашкин, знаете, садится на шею и кусает его. Как он только заходит в дом, в зал, он сразу садится. Общаться хочет ребенок, да. И садится на него. Мавиш. Мавишок. Все, слава богу. Сомарик. Артрал. Сомарик. Все внимание на моего ребенка. Такой рисунок я должна нарисовать, но у меня-то свой, тема другая у меня, все другое, и мавиш там нету у меня, мавиш, друзья мои, не отходит от меня. Мавиш, что такое? Не олду, мавиш. Привет, мои дорогие. У нас сильный ветер. Ураган. Цветы попадали мои. Здесь и там. Зонтик не можем снять, хотя он держится на соплях. Блин, так страшно, что он сейчас, не дай бог, оторвется и кому-то на голову. Но видите, я его со всех сторон закрепила. Мои цветы 150 раз я подмела, но смотрите, решила бросить все к чертовой матери. Как страшно. Ни одно, так второе. Полнолуние начинается завтра, поэтому... Завтра тут свожусь на кухне. Все поубирала. Сейчас осталось пылесосить. Как всегда, все поубирала, приготовила себе борщик. Сегодня я свожусь на ПП. Так, вот мои цветочки. Видите, сколько поломалось. Готовила капусту. Сейчас в баночку ее, и будет готово. Каждой закуске. Вот так решила всю использовать. А что она лежит частями? Вот такие вот у нас дела, мои дорогие. Заказали мы стол с мужем. А пришел, посмотрите. Пришло что? Что под стол вешать? Это столько смеялись мы, столько смеялись. Я говорю, ничего страшного, в следующий раз закажем стол себе. Вот такие у нас курьезы. А Мавиш? Мавиш у нас чистенький, только вокруг все грязненько. Сейчас мама будет пылесосить. Да, Мавишок? Ветер сильный. Мавиш? Кузюля моя, Мавиш? Привет, скажи привет, когда ты начнешь разговаривать, солнышко мое. Счастье ты наше. Вы знаете, что мы с Ашкимом решили ему купить девочку, а потом вот у меня есть знакомая, близкая с Батуми, у нее очень много попугайчиков, и она сказала, что лучше не делать этого, потому что мы заморочимся. Девочка захочет нести яйца, и куда мы будем это все девать? А если нам надо будет потом уехать? Куда мы оставим семью? Понимаете, какая ситуация? Лучше, говорит, ему мальчика. Ну, не знаю, все равно, где одну птичку оставить, а где двух. Поэтому мы решили ничего не делать. Мавиш так с нами общается, как-то, как-то, что есть, пока нам не до этого. Да, Мавишок? Мавиш, поцелуй зрителей, поцелуй. Как он любит вас, как он любит вас. Как он любит телефон, телефон. Машка ему садится на шею и кусает его. Ай, красавчик! Знаете, как он любит испанак? Я его люблю, испанак. Такой он вкусный. Мы всегда его жарим, варим. А в сыром виде он очень вкусный. Да, Мавишок? Вкусный, вкусный мордочкой такая. Весь клюв зеленый у тебя. Только морковочка. То и это. Ой, ты мой красавчик. Красавчик. Ашкин, Ашкин. Когда будешь разговаривать? Ашкин, Ашкин, Ашкин. Он со всеми разговаривает, с вами ногтем. О, Боже, какой шквальный ветер. Я так боюсь за этот зонт, что он свалится кому-то на голову. Но его невозможно закрыть, друзья. Ой, надо лучше заняться делами и не смотреть. Правильно? Есть бесплатные дела. Не обязательно платить денег. А я вот сегодня, вчера рисовала такую красивую картину. Видите? Деньги, доллары, пачки. Вот пачка, вот пачка, вот пачка, вот пачка, вот пачка. И вот повесила ее сюда. Красивая очень, не так ли? Ой. Что-то там опять на балконе надо посмотреть. С ума сойду сейчас. Ветер так и продолжается. Вы знаете, я решила бросить эту затею, постоянно подметать. И все оставила. Светочки мои. Вы скажете, какая у нас страшная занавеска. Я сейчас вам объясню, почему мы не можем ее снять. Мы действительно не можем ее снять, потому что мой муж боится туда залезать. У него фобия. И как нам ее вырвать отсюда, снять, не знаю. Кого-то надо просить. Тех ребят, мы когда окна ставили, я почему-то не подумала. И не... Почему-то не дошло до меня, чтобы я их попросила. Но тогда закрывался весь страх, этот ужас. Ну, бог с ним, господи. В этом что ли главное? Не так ли? Вон самое главное зонтик наш. Зонтик наш. Бесится. Хотя бы не поломался. Что-то там Мурат кричит. Ну, посмотрю. И вот. Солнце с такими... Это аж давление у меня что-то поднялось. Не разрешают играть детям. Ситые. Ну, боятся, чтобы цветочки, да. На той стороне покажу. Давайте посмотрим. Посмотрите. Помыла я пылесос сейчас. Прямо внутрь воду залила. Я так делаю периодично. Вот чем вожусь. Светлана возится. Пылесосит, убирает. Сейчас осталось только полы помыть и всё. Так. Сейчас покажу вам, что принёс мой муж с базара. Только что пришёл. Оказывается, звонил. Ой, свет выключили. Вот это да. Как интересно. Вы смотрите. Свет выключили. Давно у нас так не выключали. Ну, ничего. Будем в темноте с вами. Значит, смотрите. У нас грибы 40 лир килограмм. Яблоки он купил. Единственное, я знаю, что это стоит. Так. Кабачки 5 лир, сказал мой муж. Попросил меня еду. На кабачках. С кабачками. Ну, так он же не ест их. Просто это зря потраченное время. Так. Вот купил он перец. Значит, здесь мандарины, говорит. Здесь он купил огурцы, помидоры. Я его, хотя и не просила об этом. Я сказала, купи килограмм груш. Этих грибов. Ты из грибов можешь сделать обед. А это 30 лир тратить. Вообще они сейчас безвкусные. Ну, вот знаете что. Вот смотрите. Вот за это он заплатил 35. А килограмм грибов ему было жалко купить. Иногда он меня бесит. Друзья, это все с любовью говорю. Вы не думайте. Надо же позлиться нам уже. Правильно? Иногда он бесит. Но вот он не понимает разницу. И сейчас, знаете, какое чудо, что у нас вода-то есть. Тут я приготовила капусту. Я только что борщ поела. Капусту приготовила. Буду ее варить. Но потом буду. Не буду с ума сходить. А когда мне появилась горячая вода, я все время все мою руками. Я так люблю свой дом. Люблю возиться. Да мне никогда в нем не скучно. У меня столько дел сейчас по работе. Видео вам вот хотела открыть. Не получилось. Свет выключился. Мне не скучно. Сейчас разберу потихоньку это. А может быть потом разберу. Затем чем я займусь? Мне там надо порисовать. Бизнес у меня. Скоро будет у меня в бизнесе. Запуск новой программы. Такие вот дела у нас, дорогие мои. Что-то у меня сзади стала голова болеть. Наверное, вот это полнолуние действует. В тиктоке увидела одно видео. Рука. И если приложить к нему, все пройдет. Надо как раз мне сейчас найти это видео. Приложить свою руку или голову. Вот именно к тому месту, где болит. Говорят люди, что помогает. Надо попробовать. Так. Дочки заходят. Выходят. Солнышко. Борется. Вот. Что-то я устала. Утром себя не подняла. Потому что встала пол шестого. Какой-то погода мне не понравилась. Вот я решила выспаться. Да? У меня что? Работа что ли? Я когда хочу, тогда могу. Я вот иногда думаю, я себя с ума свожу. В каком смысле, что я так контролирую себя. А иногда надо расслабиться. Вот именно сейчас, этот февраль и январь месяц, я на расслабоне. Спорта у нас нет. Сегодня вот я уже как-то стала на правильное питание. Уже хлеб. Все надо строго. Три килограмма прибавила Светлана. В принципе, так не видно, но на весах видно. Немножко лицо у меня. Кстати, я вчера делала такие, эти мазочки с дрожжами. Надо делать каждый день. Ну, естественно, делала маску с глиной. А потом сделала маску с дрожжами. Которые научила меня Эльза. Все так стягивает ботокс. Я вам даже покажу фотографию. Вы узнаете меня или нет. Вот сейчас вот я вставлю. И вы посмотрите. Ну, естественно, все так подтянулось. Представляете, какая я буду красивая, если вот это все. Мне кажется, я уже начала задумываться о пластической операции в будущем. Подтянуть себе личко. Смотрите, здесь как, да? Вот это, допустим, раз. И уголки губ подтягиваются, да? Вот мы смотрим, допустим, опустились у нас щеки или нет. По уголкам. Вот так раз. Подтянулись. А перманентный макияж у меня до сих пор есть. В апреле будет год. Вот смотрите, я не крашусь, но губки всегда розовенькие. Обязательно сделаю еще. Мне очень понравилось. Опять ветер. И тогда опять ветер. Света нет, ветер. Ой, устала я. Если честно, я устала. Знаете, я забыла вам сказать, что еще мой муж это все потратил. Вот на то, что я вам показала. 150 лир. И вот еще 2 кило красной чечевицы купил. Вот еще что купил, мои дорогие. Так хочется апельсинчика. Сейчас покушаю апельсинчика вкусного, витаминчика, витаминчика. Продолжение следует. Продолжение следует...